всем привет меня зовут александр мирошников и сегодня в нашей рубрике что должен знать и уметь персональный тренер мега уважаемый человек как всегда интересная занимательная тема диетологи всего мира выяснять какое же мясо полезнее белое или красное какое же выбрать выбрать худеющему человеку как всегда времени у нас мало вперед вперед к знаниям наблюдательные или когортные исследования показывают что потребление красного мяса связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний тогда как при регулярном употреблении домашней птицы такой ассоциации не наблюдалось и наоборот источники растительного белка или вегетарианская диета по-видимому являются кардио протективными что подтверждается систематическим обзором rk и и соответственно самими rk и поскольку хорошо известно что насыщенные жирные кислоты увеличивают концентрацию холестерина ли протеинов с низкой плотности плазме обычно считается что содержание насыщенных жирных кислот именно в красном мясе способствует его связи с риском сердечно-сосудистых заболеваний однако многие рк и показали отсутствие значительных различий в общем холестерине всех холестериновых фракций когда брали нежирное мясо и нежирную курицу и как я уже сказал этих ассоциаций вы видите не наблюдается эквивалентные эффекты красного по сравнению с белым мясом на липиды и липопротеины плазмы также были зарегистрированы в мета-анализах rk и но однако эти мета-анализы не сравнивали концентрацию насыщенных жирных кислот в рационе участников исследований и вот буквально на днях выходит rk и цель которого проверить значительно ли отличались уровни атерогенных липидов и липопротеинов после потребления диет с высоким содержанием красного мяса по сравнению с диетами с аналогичным количеством белка с аналогичным количеством насыщенных жирных кислот и понятно что белого куриного мяса методы здоровые мужчины и женщины вы видите 21 65 лет индекс масс-тил 2035 были случайным образом рандомизированы на две группы а внутри группы еще происходило рандомизация кто ел мясо кто ел жирное то не жирное понятно что варьировались вот эти задачкам будет интересно более подробно уже самостоятельно прочитать и так выводы полученные результаты соответствуют рекомендациям по продвижению диет с высокой долей растительной пищи но основы на эффектов липидов и липопротеинов не дают оснований для выбора белого мяса вместо красного мяса для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний и хотя ни у одного из авторов этой конкретно работы нету не заявлено конфликт интересов однако два автора являются получателями гранта от компании дэри менеджмент который лоббирует весь американский фермерский мир то есть главное главное продажи это молочные продукты ну и понятно все что продают фермеры очень достаточно интересно занимательно что действительно компания дэри менеджмент проводит ряд научных исследований а изучает йогурт изучает молочную продукту и и продукты и вы видите все таки начинает смотреть в сторону красного мяса мы в очередной раз убеждаемся что редакторы научных журналов когда речь заходит о коммерческих исследованиях пользуются пелевинской цитаты don't look don't see если вам фильм понравился то не забываем ставить лайк и конечно же подписаться на наш канал на самые занимательные веселые практичные а главные научные темы и все пока пока а